Пришельцы реальны. Битвы с ними идут уже не одно десятилетие. Новых конфликтов не избежать. Шокирующий вывод эксперты сделали на основе сенсационной информации, которая недавно стала доступной мировой общественности. Центральное разведывательное управление США опубликовало 13 миллионов страниц секретных документов. Материалы касаются деятельности ЦРУ с 1940 по 1990 год. Особое место занимают сведения о контакте с внеземным разумом. Среди этих файлов есть невероятные факты. Описание вооруженных конфликтов землян и пришельцев, шокирующие свидетельства похищений, необъяснимые события на суше, на море и в воздухе, которые выпадают за рамки физики и здравого смысла. Знать об НЛО, но боялись спросить, отныне пугает еще больше, потому что все это правда. Огненный шар против советского истребителя. Шокирующая история смертельного противостояния НЛО и человека. Самолет фактически загорелся, он вынужден был перпополитироваться. Лазерные пушки готовы к бою. Кто принес на Землю инопланетные технологии и на кого нацелены самые совершенные орудия Земли? Мы демонстрируем космосу, что мы становимся сильнее. Это однозначно. Секретные материалы – не выдумка. Мы нашли британского спецагента, ставшего прототипом легендарного Фокса Маудера. Фактов много. Очень много. Их чересчур много. Межпланетный шпионаж. НЛО следят за каждым ядерным объектом нашей планеты. Как они смотрят на нас? Как на объект для захвата. «Киберспорт» – первая линия обороны Земли от инопланетной угрозы. Секретный проект стоимостью сотни миллиардов долларов. Это, по сути, спецназ военных уфологов, который подготовлен на все случаи встречи с такими непознанными явлениями. Похоже, легендарный режиссер Джордж Лукас оказался пророком. Перспектива звездных войн с пришельцами вовсе не вымысел. Ужасающая реальность. И события последнего времени лишний раз подтверждают тот факт, что столкновение цивилизаций не избежать. Внеземной космический корабль обнаружен возле Солнца. Гигантским светилом пришельцы пользовались как обычной заправочной станцией. Эта сенсационная новость недавно взорвала интернет. Но кто эти огнеупорные пришельцы и с какой целью они прибыли в нашу звездную систему? Это удивительно. Однако для многих внеземных цивилизаций наш вид представляет серьезную угрозу. К этому драматическому выводу уфологи пришли, опираясь на свежие данные из архивов ЦРУ. Дело в том, что с точки зрения гуманоидов мы не только выжили, но и успешно развиваемся в такой смертельно опасной среде, как земная атмосфера. Кислород – идеальный окислитель. Вода – идеальный растворитель. К примеру, житель Юпитера с его метановым воздухом погибнет на Земле за считанные минуты. Но зачем пришельцы вообще стремятся на нашу планету? Почему они до сих пор на нас не напали? Кто охраняет Землю от космической интервенции? И есть ли у человечества шанс на победу в разрушительных звездных войнах? Сенсация на грани фантастики. Впервые в истории человечества состоялось успешное испытание боевого лазерного оружия. 18 июля в Персидском заливе из уникальной пушки, установленной на борту десантного корабля ВМФ США USS Pons, было поражено несколько учебных мишеней. Как на воде, так и в воздухе. Нас больше не волнует ни ветер, ни удалённость цели. Нам теперь вообще ничего не может помешать. Новейшее лазерное оружие может сбить вообще что угодно, когда угодно и где угодно. Специалисты отметили особо. Эффективность действия боевого луча в 50 тысяч раз превышает КПД межконтинентальных баллистических ракет. Иными словами, из лазерной пушки можно поражать мишени, летящие со скоростью света. Но какой противник может передвигаться настолько стремительно? И для кого на самом деле была проведена эта устрашающая публичная презентация? КОЛОДНЫЙ СТВОЛ ПИСТОЛЕТА Замерла сама жизнь. Ему тогда был всего 21 год. Скорая. Операционная реанимация. Бывший курсант военного лётного училища Андрей Павлов чудом остался в живых. Пуля вышла через щёку на вылет и задела лишь несколько нервных окончаний. Мозг оказался неповреждён. Уберёк меня тогда кто-то. Господь, наверное. Не знаю, глупость такого не дал совершить. Страшно вспоминать. Но что могло вынудить молодого вменяемого человека покончить с собой? Андрей хотел лишить себя жизни, потому что его лишили возможности летать. Из-за того, что он говорил правду. Правда о том, что 7 апреля 1992 года во время тренировочного вылета его учебный самолёт столкнулся с НЛО. Я поднял самолёт на высоту 3500 метров и вывел его в горизонтальное положение. Небо ясное было. И вдруг я вижу перед собой жёлтый шар. Я доложил, что вижу странный жёлтый шар. И он идёт на сближение. Спустя годы после той трагедии Андрей не сомневается. Тогда путь его боевой машине преградил НЛО. Бывший пилот до сих пор не может забыть свои ощущения о той невероятной встрече. В затылке с правой стороны появилось непонятное ощущение, какое-то давящее. В груди страх какой-то, паника поднялась. Потом отказал генератор, загорелась кнопка пожар. В глазах защипало, и я понял, что придётся прыгать. Самолёт потерял управление. Все системы вышли из строя. Единственный выход – катапультироваться. Истребитель разбился. Андрей остался жить. Командование не поверило в историю об огненном шаре. В результате – уголовное дело, психиатрическая экспертиза и предварительное заключение. Машину испортил умышленно. Обвинили во врительстве. Мало герои себя строят. Никто мне не верил. Жить не хотелось. Тем не менее, эта история попала в прессу, и ей заинтересовались независимые эксперты из США. Можно не сомневаться, что многие из них работали на ЦРУ. В результате был устроен сеанс гипноза, на котором случилось невероятное. Андрей слово в слово подтвердил всё, что рассказывал следователю во время допроса. Во время гипноза человек говорит только правду. А там ещё во время сеанса была и Марина Попович, наша известная лётчица, и американский генерал какой-то. Они сами видели, как я в бессознательном состоянии повторил всё слово в слово. Всё то, что говорил на допросах. Сегодня Андрей Павлов единственный в мире человек, у которого есть документальные доказательства столкновения с вражеским НЛО. На последней странице экспертного заключения написано чёрным по белому. Доказано. Самолёт столкнулся с неизученным аномальным явлением. Тогда за этой формулировкой скрывали атаку НЛО. А я, то есть аномальное явление, как это аккуратно называлось, НЛО тогда не очень было модным. К небу молодого пилота-истребителя больше не допустили. Андрея выгнали из лётного училища. Убили его мечту. И тогда он решил убить себя. Для лётчика это нож острый, потому что подозрение, что у тебя с психики что-то не то, тебя к полётам не допустят. А лётчик, это вот для него небо, это ну жизнь. Андрей уверен, если бы тогда его оставили в рядах ВВС, сегодня он был бы претендентом на место в отряде космонавтов. И, возможно, ключевым мировым экспертом по реальным звёздным войнам. Это невероятно. Однако дело Андрея Павлова оказалось в числе рассекреченных материалов ЦРУ. Более того, в своих докладных на него довольно часто ссылаются сотрудники управления, объясняя схожие парадоксальные ситуации. Бывали атаки, бывали выстрелы наши в сторону этих объектов. То есть нас пугали, нас наезжали, в прямом смысле слова, очень близко. Потом исчезали, просто преодолевая и пренебрегая всеми законами тяготения и современной физики. Основной массив рассекреченных документов датируется периодом между 15 марта 1949 года и 21 января 1953 года. Как известно, именно к этому времени относится так называемая первая волна нашествия НЛО. 19 июля 1951 года. Летающая тарелка зафиксирована в Испании. Свидетели описывали нереально сильное свечение, исходившее от объекта. Позже на земле обнаружили несколько оплавленных частиц грунта. 13 августа 1949 года. Пилот военной авиации Греции доложил о странном слепящем свете в небе прямо по курсу полета. Позже на некоторых элементах фюзеляжа самолета были найдены следы термической деформации. 2 сентября 1953 года. В небе над Касабланкой зафиксирован неопознанный летающий объект, испускающий слепящие лучи. Позже несколько марокканских пастухов жаловались, что на них пролился огненный дождь. Гриф «Секретно» со всех этих событий был снят только в этом году. И тут, как гром среди ясного неба, доклад об успешном испытании лазерного оружия в МЭФ США. Кадры испытаний этого лазерного оружия выложены в интернете, может посмотреть любой. В начале идет расстреливание с помощью лазерной пушки надводного объекта в виде катера и находящихся на катере металлических труб, по которым идет точное попадание, скажем так, и рассеивание этих, распыление этих труб. Но правда ли, что внеземные лазерные технологии могли попасть на Землю еще в конце 40-х? Фантастическое оружие, способное поражать мишень, летящую со скоростью света. И на кого сегодня оно может быть нацелено? Смотрите далее. Сенсационные кадры. Инопланетяне используют Солнце как заправочную станцию. Пришельцы работают на правительство США. Невероятное признание высокопоставленного чиновника. Неопознанные плавающие объекты захватили океаны и провоцируют вооруженные конфликты с боевыми кораблями ВМФ России и США. Уже час его везли в неизвестном направлении. Через плотный мешок, надетый на голову, было трудно дышать. С двух сторон его подпирали мощные спецагенты или кем уж они там были. За долгие часы допросов эти люди так и не представились. Зато узнали от уфолога Скотта Уоринга все, что было возможно по делу так называемой пятой расы. Их еще называют «высокие белые». Похоже, американец слишком близко подобрался к правде. Высокие белые, они порядка ростом, самые маленькие, порядка 2-300-2,5. Такие вот светлые, с тонкой кожей ребята, потому что им приходилось жить, ну как сказать, в другой энергетической зоне Земли. Они сейчас живут на нашей планете. Эти сенсационные кадры были сделаны 10 мая 2017 года. Впервые в истории возле Солнца был четко зафиксирован инопланетный корабль. Как только загадочный объект попал в кадр, видеокамера спутника NASA Core 2 отключилась. Однако Скотт Уоринг успел скопировать видео и распространил его по сети. На меня лично произвело вот это достаточно хорошее впечатление, потому что, как правило, то, чего мы называем НЛО, в космосе или там на Земле, в атмосфере, вот, это очень быстро пульсирующее образование. И вот просто повезло в том смысле, что вот оно как бы запульсировало в тот момент, когда велась эта видеосъемка. На своем сайте Уоринг заявил, что ЦРУ скрывает важнейшие данные, представляющие угрозу безопасности Земли. В то время как некий объект гигантских размеров прямо сейчас находится в самом сердце Солнечной системы. Вообще-то, говоря, НЛО очень много в синем небе висит. Ну, мы просто не отдаем себе отчетов, что они над нами, а мы их не видим. Ну, и висят, и все. Судя по видео, НЛО не просто пролетал мимо Солнца, а заряжался энергией могучей звезды. Он был замечен фактически на диске Солнца, который подзаряжается от энергии Солнца, от плазмы, которая излучает Солнце. Впрочем, исследовать эту историю детально уфологу не дали. Тем же вечером Скотта Уоринга схватили и увезли в неизвестном направлении. Вскоре на его сайте появилась информация о том, что интернет-ресурс прекращает свою работу. Я считаю, что вполне можно было оставить в покое Скотта Уоринга и его сайт. А так, закрыв этот сайт, они лишь подогрели интерес к его выступлениям и к его постам на своем сайте. Потому что человеческая психология устроена так, что если власти что-либо запрещают, значит, они видят там что-то реально ценное и опасное для так называемой национальной безопасности, что тут же вызывает неподдельный интерес всего окружающего сообщества. Это вдвойне удивительно, учитывая ту активность, которой Скотт Уоринг изучал тему конфликта землян и пришельцев. За семь лет существования сайта он провел сотни исследований. При этом ученый намеренно пользовался общедоступными ресурсами, чтобы его невозможно было уличить в фальсификации. Наиболее известные из его исследований – это в южной части штата Невада, так называемая зона С-4, где, по его предположениям, он увидел на космических снимках Google Maps контуры огромного дискообразного объекта на военной базе диаметром около 30 метров. По мнению уфолога, это был новейший летательный аппарат, созданный по инопланетной технологии для ведения боя в открытом космосе. Вскоре данные с общедоступной карты были аннулированы, а сам Уоринг депортирован за пределы США. Его исследования несут угрозу безопасности в том плане, что они рассекречивают потенциальные контакты инопланетных цивилизаций с правительством Соединенных Штатов и военно-промышленным комплексом, известными корпорациями, которые строят на базе новых инопланетных технологий потенциально более мощное оружие. ЦРУ обязана открыть людям правду. Об этом же неоднократно говорили ведущие эксперты в области исследований НЛО. Многим, как и Уорингу, успели заткнуть у рты. Даже несмотря на то, что проблему пришельцев уже изучают давно на самом высоком уровне. Пол Хилье, бывший министр обороны Канады, стал первым облеченным властью представителем стран Большой Восьмерки, который открыто заявил о тесном сотрудничестве высокопоставленных военных чинов и пришельцев. С пришельцами установились хорошие рабочие отношения еще в 40-х. С тех пор они проживают на территории одной из баз ВВС США. Согласно докладу Хилье, это были так называемые высокие белые. Человекоподобные существа около двух метров ростом. Именно эти инопланетные техники и пилоты подтолкнули оборонную промышленность США на сотни лет вперед. От них к нам и попали все эти лазерные технологии. Сотрудничать с землянами гуманоиды начали не по собственной воле. По некоторым данным, в 1947 году их корабль потерпел крушение в штате Нью-Мексико. С тех пор выжившие члены команды пребывают в статусе добровольных пленников. Вся эта территория была сильно засекречена. Очень сильно. Потом стали распространяться, значит, уже сведения о том, что там под землю уходит много-много-много этажей. На самых нижних живут инопланетяне, как бы в плену к добровольным. Опытные эксперты настаивают. Загадочная база 51, где хранятся обломки летающей тарелки – выдумка для обывателей. Пока любители научной фантастики осаждают пустынные дюны, реальные дела вершатся совсем в другом месте. Свойство военных объектов в том, что вы чаще всего ни за какие деньги не отличите обычный объект от военного, либо вообще его не увидите, потому что многие подземные, вернее, многие военные сооружения и объекты находятся под землей. Либо в горах, либо замаскированы под другие объекты. Тибет, Кавказские горы, Памир, Южные Анды, Антарктида – высокогорные районы планеты с низким давлением и разреженной атмосферой. Именно такие условия больше всего подходят для уединенной жизни внеземных существ и наблюдений за первой линией космической обороны. О том, что их базы находятся на земле, в общем, об этом говорит и ряд исследователей, и контактеров. Когда люди в процессе изучения, скажем так, поверхности земли, в частности, альпинисты, поднимаясь в трудодоступные горные вершины, наблюдали, скажем так, похожие на базы, мобильные базы вот этих неопознанных летающих объектов. Как минимум пять высокоразвитых цивилизаций угрожают сегодня земной безопасности. По мнению экспертов, к нашей планете они прибывают из таких звездных систем, как Плеяды, Орион, Андромеда, Альтаир и Дзета-сетки. К слову, именно с последней звездной системой связана история самого известного похищения людей гуманоидами. В 1961 году супруги Элизабет и Барни Хилл из Портсмута стали жертвами инопланетных похитителей. Они уверяли, что прибыли с одной из планет системы Дзета-сетки. В неком телепатическом разговоре она сказала, я знаю, вы не с нашей планеты, откуда вы прилетели. На что получила ответ о том, что они прилетели из созвездия сетки. Перед ней была показана карта из 12 звезд, находящихся, скажем там, на разном удалении, соединенных между собой постоянными светящимися линиями. Близкий контакт седьмой степени. Проще говоря, интимные отношения с пришельцем. Эту связь с гуманоидом Элизабет Хилл описала под воздействием регрессивного гипноза. Точно так же, как и наш Андрей Павлов, десятки лет спустя американка не сможет солгать. Женщина говорит о том, что с ней разговаривал такой вот серый гуманоид, который назвался экзаменатором. И он, его интересовала физиология человека. Сначала они смотрели глаза с помощью специальной аппаратуры, нос, горло. И попытались исследовать нервную систему женщины, введя какой... попытались ввести некий острый объект. Но женщина испытала резкую боль, закричала, отчего они прекратили этот эксперимент. Половые и поведенческие особенности. Анатомия и психология. Опираясь на данные из архивов американской разведки, сегодня можно с уверенностью утверждать. Инопланетян интересуют все аспекты человеческого устройства. Так детально могут изучать только опасного врага, чтобы нащупать его слабые точки. И порой они находятся в самых неожиданных местах. То есть НЛО фактически сегодня фиксирует все вот эти мельчайшие подробности того, что происходит на Земле. В той или иной части планеты. В том числе и под водой. Смотрите далее. Глубоководный агрессор. Российские крейсеры атакуют эскадры неопознанных плавающих объектов. Охота за космическими секретами. Что скрывается за оградой военного космодрома Плесецк. Атака на Петрозаводск. Невероятное подтверждение инопланетной агрессии. ВЗРЫВ 1971 год. Аравийское море. Команда советского научно-исследовательского судна Владимир Воробьев столкнулась с необъяснимым явлением. В сотне метров под килем сонары засекли некий объект, напоминавший огромное колесо. Капитан предположил, что под ними находится подводная лодка. Внезапно колесо начало вращаться. Распалось на шесть равных частей и невероятно быстро ушло на глубину. И вот это вот светящееся колесо, оно начало под водой вращаться. Причем площадь, которую занимал круг, была достаточно большая, несколько сотен метров. И объект достаточно массивный. Потом он погрузился под воду и, в общем, исчез. Схожую картину в 1990 году наблюдали участники советской полярной экспедиции в районе Берингово пролива. Некое дискообразное тело также было замечено на глубине. Только на этот раз, разделившись на части, оно вынырнуло на поверхность. Свидетели четко описывали шесть светящихся шаров. Сделав над судном своеобразный круг почета, они стремительно исчезли за горизонтом. Очень, так сказать, много свидетельств того, что, значит, НЛУ вокруг себя излучает и очень часто вращающиеся электромагнитные поля. Четыре, шесть, реже восемь составных элементов. Уфологи уже давно отметили эту деталь. По мнению специалистов, такие конструктивные особенности разведывательных кораблей позволяют пришельцам более качественно собирать информацию о нас и о нашей планете. Они могут соединяться, разъединяться, уменьшаться, там, и так далее, летать с самыми разнообразными скоростями. Часто их называют плазмоидом, вот, что как бы делает невольно реверант в сторону шаровых молоков. На самом деле, вот эти вот шаровые образования плазматического, как бы так сказать, внешнего вида имеют внутри себя фокус. Вот это вот есть НЛУ, которое вокруг себя создает некую оболочку. Тем не менее, пример высоких белых доказывает. Некоторые гости из далекого космоса в состоянии приспособиться даже к таким суровым условиям, как насыщенная кислородом влажная земная атмосфера. Старжение инопланетян. Мы их даже не замечаем, а они уже где-нибудь там в районе Индонезии целый остров оккупировали. Но зачем нас вообще завоевывают? Природные ресурсы всегда интересны для инопланетных рас, которые прилетают, которые находят самородное золото, например, и воруют его. И вот в Сибири, у нас в Сибири, такие случаи бывали. Поле битвы Солнечная система. Эксперты уверены, пришельцы положили глаз не только на нашу планету. Луна, Сатурн, Марс, спутники Юпитера и даже Солнце уже давно эксплуатируются инопланетными инженерами, геологами и военными. Что уж говорить о Земле. На сегодняшний момент археологи и геологи совместной экспедиции были, обнаружили залежи урановой руды. Отработанные. Это 2 миллиона лет. Этой залежи. Также были обнаружены, например, золотые, то есть инопланетные корабли для себя добывали золото на Земле. Об этом ученые говорят, об этом наши экспедиции, причем экспедиции КГБ СЦР были в тот район. Обладание высокотехнологичными энергоресурсами – одно из важнейших условий для перемещения в межзвездном пространстве. По мнению геофизиков, в недрах Земли может содержаться вещество, способное переносить космические корабли за тысячи световых лет. Внутри Земли очень много энергии. Какой формы, что, как они проходят. При этом 6 тысяч градусов, которые есть на поверхности у Солнца. Ну, подобные, наверное, примерно 3 тысячи, а то и 5 тысяч у нас под землей. Это большая энергетика. Большая энергетика. 115-й элемент периодической системы Менделеева. В 1989 году американский физик Роберт Лазар предположил, в отличие от большинства других радиоактивных металлов, этот может быть стабилен, а значит, способен применяться в качестве топлива для внеземных шаттлов. Да может, вполне. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Не только 115-й элемент. Это Менделеевская таблица, она не полностью еще раскрыта. Ведь мы же еще до сих пор не разгадали термояд. Но мы же даже не знаем холодный синтез ядерный. Однако 20 лет назад американские коллеги лишь подняли Роберта Лазара с его открытием на смех. И напрасно. Интересна предыстория, предсказания вот этого элемента. Роберт Лазар в 80-е годы некоторое время работал на одной из военных баз, предположительно изучающих внеземные, скажем, летательные объекты. Он выявил, что способ движения этих инопланетных космических кораблей основан на использовании трансуранового элемента по периодической системе элементов Менделеева, который обладает номером 115. 115-й элемент синтезирован. В августе 2003 года в российском наукограде Дубна на ускорителе тяжелых ионов был получен долгожданный унунпентий. Тогда он прожил всего 87 миллисекунд. Но ученым и этого МИГа оказалось достаточно, чтобы понять, Роберт Лазар, возможно, был прав. Мы порой просто не догадываемся еще, насколько наша Земля богата ценными ресурсами. То, что мы освоили, мы знаем на десятую, сотую часть процента всего объема. То есть мы даже не знаем, что находится под землей там ниже уровня московского метро, не говоря уже о том, что там в Мантии, там еще где-то. «Московий» – так сегодня называется 115-й элемент таблицы Менделеева. Физики еще не пришли к единому мнению, возможно ли использовать его в качестве топлива для космических ракет. В земных лабораториях сегодня получены лишь атомы этого вещества. Но ведь когда-то и банальный ядерный синтез казался фантастикой. И стоило заработать первым реактором на обогащенном уране, как внимание инопланетных цивилизаций к нашей планете повысилось многократно. Практически на всех учениях, над всеми атомными базами, над всеми военными аэродромами появляются НЛО. В той или иной форме инопланетной цивилизации они фактически контролируют Землю. По мнению экспертов, задача инопланетных наблюдателей – контроль и обеспечение глобальной безопасности. Особое внимание к объектам военного назначения, расположенным в США, Китае, Северной Корее и России. Оперативники уголовного розыска действовали очень четко. Не привлекая излишнего внимания, они приблизились к объекту на минимальное расстояние, после чего совершили захват. До ареста гражданин России Владимир Нестерец работал старшим инженером-испытателем военного космодрома Плесецк. В январе 2010 года он был объявлен в розыск по обвинению в шпионаже в пользу США. Это обычный американский шпион, который занимался сливом секретной информации, будучи офицером-испытателем на космодроме Плесецк. Разумеется, был в курсе целого ряда секретных разработок, графиков вывода тех или иных военных объектов космического назначения на орбиту. В целом, представил достаточно большой интерес для американской разведки. На допросе Нестерец признал себя виновным в передаче ЦРУ сведений об испытаниях новейших российских боевых ракет. Вскоре 3-й окружной военный суд приговорил шпиона к 13 годам лишения свободы. Все спецслужбы боятся, что кто-то впервые выйдет на контакт с инопланетными цивилизациями. Все боят. Американские, китайские спецслужбы, наши спецслужбы. И, естественно, тот, кто выйдет на контакт, первый контакт, и инопланетные цивилизации пойдут на этот контакт, то тот и будет мировым жандармом. Узнав о предъявленном обвинении, коллеги Нестерца были шокированы. Нареканий по службе к нему никогда не было, подозрений не вызывал. Да и супруга осужденного заявила, что не верит в его виновность. Он мне писал и говорил, что ничего позорищего не делал, родину не продавал, и я ему верю. И все, кто его знают, они ему верят. И действительно, главным аргументом против Владимира Нестерца стали его же признательные показания. С поличным он не попался. Прямых доказательств предъявлено не было. Это была сделка со следствием. Независимые эксперты уверены, за разглашение государственной тайны Нестерец мог бы получить все 20 лет, но ему дали всего 13 за молчание о реальном положении дел. Не исключено, что американцы получили секретные данные не только о наших ракетах, но и о том, на кого они в действительности направлены. Это называется, скорее всего, промышленный шпионат. Ну, например, в прошлом году, в 2016, совершенно свежий случай, в Архангельской области задержали студенческую экспедицию церкви мормонов. Она брала пробы земли, воздуха. А по этим пробам, а там Плесецкий космодром, можно определить, кто летает, как взлетают, когда взлетают, какие запуски мы делаем, каким топливом мы заправляем военные ракеты, какие военные ракеты, типы военных ракет летают. Военный космодром Плесецк. Первая линия обороны России от вторжения пришельцев. Именно оттуда производятся запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также военных спутников Минобороны. С момента своего формирования в 1957 году этот стратегический объект привлекает внимание разведок всех государств. И не только земных. Смотрите далее. Взрыв на старте. Почему НЛО ополчились на самого успешного инженера земли Илона Маска? Огонь на поражение. Почему пришельцы напали на столицу Карелии? Есть ли жизнь за Марсом? В тени планет Солнечной системы скрываются инопланетные корабли. 20 сентября 1977 года, 4 часа утра, без объявления войны, боевой космический аппарат пришельцев вторгся в воздушное пространство Советского Союза. И тому была масса свидетелей. Видели, похожий на линзу или на какую-то, на медузу по-разному писали, объект, который проплыл там 4 часа с лишним, 4 с небольшим утра, проплыл над городом и был засвидетельствован разными службами и обычными людьми. Олег Целебровский, известный в Карелии журналист. Один из тех, кто систематизировал информацию о таинственном происшествии и собирал показания очевидцев. Самые известные, это бригады скорой помощи, значит, Валентина Халитова, Виолетта Менькова и Беляев, водитель. Вот они как бы наблюдали. Они находились на перекрестке улицы Антикайнина и проспекта Ленина. И как раз вот в этом направлении, как бы за моей спиной, они увидели вот этот вот необычный объект, эту светящуюся медузу, как ее многие называли. Петрозаводский феномен. Так официально назовут этот инцидент. Невероятное событие, которое было невозможно отрицать. Свидетелей были сотни. Чтобы не допустить паники, властям пришлось даже задействовать центральную прессу. Прошло официальное сообщение, тасовка, в которой было объявлено, что такое явление имело место. То есть не было умолчания, как всегда. Цитата из газеты «Правда». 20 сентября на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда, импульсивно посылавшая на Землю снопы свет. Эта звезда повисла над Петрозаводском в виде медузы, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. А вот что написали тогда в журнале «Авиация и космонавтика». Когда на Донежским озером появилась яркая звезда, всех очевидцев охватило резкое чувство страха и обреченность. Тогда же в вычислительных центрах города отметили крупные неполадки в работе ЭВМ. Чем ниже они спускаются к поверхности Земли во время наблюдений за жизнью на Земле, тем больше может быть последствий для биосферы Земли, для земной техники. Известны многие факты того, что обычные двигатели внутреннего сгорания, автомашин, перестают работать, глохнут, когда на недальнем расстоянии от автомобилей появляются неопознанные летающие объекты. Это объясняется тем, что практически любое НЛО всегда сопровождают мощные магнитные поля. Но это было не самым жутким последствием наглого вторжения. На утро сотни жителей Петра Заводска обнаружили в окнах своих квартир оплавленные сквозные отверстия. Даже в квартире нашего известного писателя Ленецкого обнаружили на Октябрьском проспекте эти отверстия. В первом стекле отверстия были круглые примерно 5 сантиметров в диаметре, а во втором они уже были овальные и меньше там, да, где-то, я не помню, по-моему, сантиметр, что-то такое, да, края оплавленные, да, как будто отверстия были чем-то прожжены. Как пулевые проходы, знаете, как вот без с растрескивания. Явно, что это были газообразные элементы, очень похожие на шаровую молнию, которые прожигают, вот шаровая молния, она прожигает. Несмотря на утечку информации в прессу, тот конфликт все же удалось каким-то чудом замять. Данные официального расследования незамедлительно попали под гриф совершенно секретно. Однако сведения об инциденте также попали и в архив ЦРУ. Сегодня эксперты не сомневаются, столицу Карелии тогда накрыло, что называется, по остаточному принципу. За два месяца до Петрозаводского события, начиная с Дальнего Востока, радиолокаторы фиксировали дисковидные, как бы, огромные образования размером метров 300-400, вот так вот, которые сканировали территорию нашей страны. В 1977 году директор Гидрометеорологической обсерватории Юрий Громов рассказывал корреспонденту ТАСС, что никаких технических экспериментов в городе не проводилось. Отнести же события к разряду «Миражей» тоже нельзя, поскольку оплавленные отверстия в окнах сами собой не появляются. Вот это вот самое потрясающее последствие этого события, которое не имело себе аналогов ни в каких подобных феноменах. Ученые до сих пор не могут понять, что это такое. 40 лет назад сотни жителей Петрозаводска действительно видели гигантский НЛО, который сканировал дома и сбрасывал некий балласт наподобие Шрапнели. В небольшом городе факты трудно утаивать, например, вот эти стекла, прожженные с отверстиями, да, об этом много говорилось. Вот только его целью был не мирный советский город, а сверхсекретный военный объект, расположенный всего в 300 километрах по прямой. Если сложить все детали этого нехитрого пазла, получается, что зимой 1977 года советские военные пресекли маневры инопланетного корабля-разведчика над космодромом Плесецк. Действительно, недалеко от Петрозаводска, но относительно недалеко в Архангельской области находится военный космодром Министерства обороны Плесецк. Известно, что неопознанные летающие объекты, именно те, которые являются кораблями внеземных цивилизаций, проявляют особый интерес к запускам землянами своих летательных аппаратов ракет. И поэтому действительно такое может быть, что этот аппарат с определенной высоты, с определенного угла производил разведку и наблюдение за состоянием дел на космодроме Плесецк. Как доказывают свидетельства очевидцев, это далеко не единственный конфликт вооруженных сил Земли и представителей внеземных цивилизаций. Совсем недавно ребята прислали мне запись с мобильного телефона, когда обычный так скажем аппарат, можно его назвать дроидом или кем угодно, так скажем похожий на разведчика, просто летал над объектами, которые находились в Удмуртии. И потом так скажем открылся небольшой светящийся портал, он в него влетел и не было видно ни летающего объекта, ничего, но этот разведчик целиком в него поместился и все исчез. Мотовский залив Баренцево море. Здесь в 1979 году неопознанный объект завис над одной из атомных подлодок Северного флота. Субмарине пришлось маневрировать, уйти под воду было невозможно из-за малой глубины. Вскоре НЛО стремительно набрал высоту и исчез. Позже техники констатировали неисправности в ракетном пусковом блоке. Похожий случай произошел и летом 1988 года близ острова Шикотан. На протяжении 10 минут НЛО баражировал над тяжелым авианосцем Новороссийск, после чего скрылся в южном направлении. Во время наблюдения и еще в течение 15 минут после исчезновения объекта на крейсере не работали системы связи и электрооборудование. Когда они появляются, они вокруг себя имеют некоторое поле, то есть такие, как медуза, щупальца. И эти щупальца могут изменить все, что угодно. Могут остановить автомобиль, могут сломать дерево, могут переместить людей с места на место, перенести. Абсолютно все, что угодно может произойти, потому что эти объекты, они обладают еще некоторым свойством антигравитационного воздействия на окружающую среду. А вот физическое уничтожение земного ракетного комплекса впервые зафиксировано в США. Пришельцы взорвали ракету Falcon 9. Это заявление уфологов вызвало серьезный резонанс. Напомним, в сентябре 2016 года ракета-носитель с израильским спутником на борту взлетела на воздух прямо на старте. рванул кислородный бак ускорителя. Словно его кто-то подстрелил из лазерной пушки. Если посмотреть на предстартовую съемку, то можно увидеть, что за 20 минут до пуска Falcon 9 в небе начал наблюдаться некий какой-то непонятный объект, достаточно туманный, внутри которого светились какие-то огни. а буквально при взлете камера зафиксировала некий шарообразный объект, который находится, если смотреть на ракету, на ракет-носитель, немножко в левом верхнем углу. Как ни странно, компания Илона Маска Space X, осуществлявшая старт, даже собиралась судиться с журналистом, который настаивал на версии атаки НЛО. Но после серии переговоров дело почему-то спустили на тормозах. Ни один такой серьезный хозяин, миллиардер, тем более обладающий инженерными знаниями, не может признать, что он в своей конструкции, в своем изделии не учел какого-то фактора, например, фактора защиты от НЛО. Сегодня правды стало больше. Опубликованные секретные архивы, военные корабли пришельцев обнаружены на спутнике Марса Фобоса, гигантские НЛО баражируют возле Солнца. Но от понимания истинного положения дел легче не становится. Солнце это центр или точка или ось главная и центральный канал нашего мира. И поэтому приближение к Солнцу есть приближение к центральному каналу, который потенциально обладает большим количеством запасов как энергии и магнитные и электромагнитные. Есть ли у человечества шансы на победу в межпланетном противостоянии? Можно ли доверять нашим высоким белым союзникам, которые работают якобы на интересы Земли? Кто знает, а вдруг где-то в иной звездной системе тоже знают легенду о троянском коне? В данном случае о троянской летающей тарелке. Немедленно отложить вылеты гражданских судов. Рейсы, находящиеся в воздухе, перенаправить на запасные аэродромы. Это срочное предписание поступило на диспетчерский пульт аэропорта Бен-Гурион 7 июля 2017 года в 5 часов утра. Опасаясь очередной атаки боевиков, командование Воздушно-космических сил Израиля направило в район Тель-Авива несколько вертолетов Апач. Однако вскоре стало ясно, ни сирийские, ни палестинские интервенты здесь не причем. Воздушные границы Израиля нарушил летающий объект внеземного происхождения. Если верить заявлению пресс-службы ВВС, НЛО находился в воздушном пространстве страны около 10 минут, после чего был сбит над Средиземным морем, а его останки ушли на дно. Это было зафиксировано военно-морской разведкой и Америки, и России. Об этом доложили, об этом сказали, это попало в израильские СМИ. Об этом все знают. Но сказать, кто там был, что там было, никто не может. Военные тогда уверяли, это был вражеский беспилотник. Однако загадочный аппарат засекли над военно-морской базой Акаба в Красном море. Затем его видели над ядерным исследовательским центром в Димон, после надвоенной базы в БРШВ, и только потом на подлете к Тель-Авиву. 270 километров за 10 минут. Но какой земной беспилотник способен летать со скоростью в пять раз превышающей скорость звука? Город Шуя, Ивановская область. Студенты, проходившие военную практику на территории ракетной воинской части 033-33 только что вернулись с ужина. Кто-то писал домой письмо, кто-то бренчал на гитаре. Игорь Кузин вышел из палатки подышать воздухом. То, что он увидел, навсегда переменило отношение молодого человека к мироустройству. Гигантский огненный диск внезапно поднялся над лесом. Вращаясь по часовой стрелке, он повисел в небе около минуты, после чего улетел в неизвестном направлении. Небо в Ивановской области очень красивое. Я не знаю, где я еще видел столько звезд. Совершенно спокойно мы отдыхали, наблюдая это небо и рядышком опушки леса. И над лесом возникло некое свечение. Белый галогенный поток светок. И постепенно диаметр этого светового потока увеличивался, пока не приобрел где-то в районе так скажем трехсот метров до того момента, пока от макушек деревьев так скажем не отсоединился вот такого большого размера летающий объект. Сейчас эта воинская часть по-прежнему связана с артиллерией и ПВО. Только называется 112-я ракетная бригада. В 1992 году Игорь Кузин проходил здесь институтскую военную практику. И тот уникальный случай видели вместе с ним несколько сотен человек. В этот момент как бы уже крикнули старшине поднимай батарею. Весь состав этого учебного центра включая так скажем полковников, которые производили с нами проводили с нами обучение кто в чем на тот момент находился в одежде, все вышли на улицу и наблюдали перемещение этого летающего объекта. А это видео один из местных жителей снял в 2012 году. Неопознанный летающий объект словно сканирует земную поверхность. Получается Ивановскую область пришельцы мониторят на постоянной основе. Каждое испытание ракет, каждые запуски, будь то военные, будь то гражданские, будь это Капустин-Яр, будь это Плесецкий, будь сейчас казалось бы, вот восточный полигон, его только строит космодром. Вот строительство практически, ну, оно даже еще не завершилось. Оно как бы, да, оно уже близится, но там уже зафиксировано появление, с самого начала появления НЛО. Эти НЛО зависают, их видят, их фиксируют. Выстрел в десятку, куч накладет. Игорь Кузин, бывший сотрудник спецслужб. Его вменяемость подтверждает право на ношение огнестрельного оружия. Случай с появлением НЛО над ракетной частью он явно не выдумал. Ощущение от встречи с 300-метровой летающей тарелкой помнит до сих пор в деталях. По спине, я думаю, не только у меня, у всех бежал ручеек холодного пота. За нашими спинами был склад боеприпасов вот этой самой артиллерии повышенной мощности. И на тот момент охрану этого склада производили или узбекские, или таджикские военнослужащие, стоявшие на вышках, естественно, вооруженные. И на тот момент поскочила такая мысль, главное, чтобы они ни из какого вида оружия не произвели по этому объекту огонь. Потому что, чем он ответит, и ответили вообще, мы не знали. Тарелка висела практически почти над нами, где-то в течение двух с половиной трех минут. И потом по, так скажем, по какому-то щелчку невидимому она просто по ломаной траектории в долю секунды исчезла. Это невероятно. Но, как ни странно, истинной целью инопланетного мониторинга могла быть вовсе не ракетная часть. Смотрите далее. Ивановский радиоактивный феномен. Как техногенная катастрофа стала магнитом для пришельцев? Сенсационное признание американского астронавта. Он лично общался с представителями внеземного разума. Горячее эхо холодной войны. Советские военные испытывали лазерное оружие на американцах. Мало кто знает, но первые свидетельства о появлении в этих местах НЛО стали возникать еще в начале 70-х. Сразу после катастрофического провала секретной ядерной программы «Глобус-1». В 1971 году военными и учеными производился экспериментальный ядерный взрыв на глубине в земной коре на расстоянии 600 метров от поверхности земли. Подземный ядерный взрыв. Всего в 350 километрах от Москвы. Официально он был мирным и проводился в целях исследования земной коры. Для размещения бомбы выбрали площадку на берегу реки Шача. Геологи тогда пробурили две скважины. В первую опустили различные сейсмические приборы. Во вторую заряд мощностью 2,3 килотонны. Вот с помощью ядерного заряда исследование строения земной коры и земного ядра возможно на десятки километров вглубь земли. Накануне взрыва сотрудники милиции предупредили местных жителей, что будет небольшое землетрясение. Рекомендовали заклеить окна бумагой крест-накрест и выйти из дома. Однако причину своей прозорливости представители власти разумеется не называли. Вечером 19 сентября 1971 года весь район содрогнулся от мощнейшего взрыва. История с Ивановской областью она оказалась просто зловещей. Зачем вообще нужны ядерные взрывы под водой и под землей, если они не несут какую-то задачу уничтожить противника? Первые НЛО появились сразу же после подземного толчка. Свидетели утверждали, что яркие диски на протяжении нескольких часов то пропадали, то возникали в разных частях небосклона. О том, что ядерный взрыв привел к жуткой техногенной катастрофе стало известно увы, намного позже. Дела пошли не так, как прогнозировали ученые и военные, и произошло очень серьезное загрязнение местности радиоактивными выбросами. Радиоактивные глина, песок и вода вырвались из технологической скважины, как пробка из бутылки. Зараженные отходы растеклись на площади в 15 тысяч квадратных метров и частично попали в реку Шачу, приток Волги. Они попали в Волгу и, в общем-то, считалось, что уровень загрязнения достигал 600 рентген. Это достаточно большой уровень радиации. Но и это еще не все. В 1976 году в районе взрыва было пробурено еще две скважины для исследования обстановки. В результате произошло дополнительное загрязнение площадки изотопа Мецезия-137 и Стронция-90. Жертвы были. Эта история изъята из всех как бы история болезни в поликлиниках, потому что говорить об этом было нельзя. Но, похоже, те катастрофы многие годы волновали только пришельцев. Работы по рекультивации зараженных земель были проведены лишь в 2015 году. Это очень долгое время оставалось засекреченным. Люди просто терпели все эти последствия. Земляне уничтожат себя сами без посторонней помощи. Пришельцам останется нас только добить. Эту версию сегодня рассматривают многие эксперты. Пока что человечество слишком многочисленное и битва может оказаться неравной. Но, похоже, первый шаг к самоуничтожению мы уже сделали. Мы знаем, что Америка начала изучение атомной бомбы с 1936 года, когда Нильс Бор и Альберт Эйнштейн впервые произвели фурор в научном мире расщеплением атома. С этого момента практически гонка за атомной бомбой, а это считалось сверхоружием, это считалось оружием вне земных цивилизаций. 16 июля 1945 года на полигоне Аламагорда в штате Нью-Мексико состоялось первое в истории испытание ядерной бомбы. Спустя 4 года ядерный грипп поднялся и над советским Семипалатинским полигоном. После этого, когда атомное равновесие в мире урегулировалось, Америка и Советский Союз, практически все спецслужбы бросили свое внимание на НЛО, на изучение так называемых симптом НЛО. Именно в этот период были впервые замечены и подробно описаны серебристые НЛО сигарообразной формы. Я не сомневаюсь в том, что своими действиями по разработке систем глобального уничтожения США и Советский Союз спровоцировали инопланетную активность. Это сенсационное заявление сделал не кто-нибудь, а знаменитый американский астронавт, бакалавр наук в области авиационной техники, а также доктор наук в аэронавтике и астронавтике, шестой человек, ступивший на поверхность Луны. Эдгар Митчелл был уверен, 70 лет назад США и СССР были невероятно близки к Третьей мировой войне. Настолько, что гуманоиды просто не могли пролететь мимо. Это может оказаться простым совпадением, но о пришельцах Митчелл начал говорить сразу после завершения 14-й миссии Аполлона в 1971 году. Многие эксперты уверены, как и многие астронавты, он лично контактировал с инопланетянами и об их планах знал, как говорится, из первых уст. Для меня больше не существует вопроса, одни мы во Вселенной или нет. Нет, мы не одни. Более 40 лет Митчелл изучал факты столкновений пришельцев и военных. Незадолго до своей смерти в 2016 году астронавт опубликовал многочисленные отчеты офицеров США о регулярных полетах НЛО над американскими базами, где размещается ядерное оружие. Вот одно из подобных свидетельств. Капитан ВВС США Роберт Салас сообщил, что 16 марта 1967 года в его дежурство на базе межконтинентальных баллистических ракет Малмстром в штате Монтана появился сигарообразный НЛО. Объект завис над шахтами с ядерными ракетами всего на пару минут. Позже выяснилось, что пусковые установки неисправны. Специалисты из Пентагона так и не смогли установить причину неполадок. Пентагон тогда был в шоке. Ведь тогда посчитали, что это происки российских спецслужб. Что это КГБ СССР все это имеет специальным лучом. Хотя это была охрана земной поверхности именно инопланетными цивилизациями. Истинная цель всей гонки вооружений не что иное, как защита Земли от инопланетного вторжения. После того, как секретные материалы ЦРУ попали в открытый доступ, эксперты-уфологи в этом больше не сомневаются. Это невероятно. Однако в СССР систему противокосмической обороны начали создавать уже в 1960 году. Всего лишь через три года после запуска первого искусственного спутника Земли. По сути, на орбите тогда был технический вакуум. С кем спрашивается, мы планировали воевать в открытом космосе? Информация о возможных контактах с инопланетянами потому и скрывается государственными инстанциями, потому что непредсказуемы последствия этого контакта. Совершенно... То есть мы не понимаем ни степень угроз, ни степень опасности. Ведь понимаете, технологии, которые могут принести инопланетяне, они могут в коренейшем образом изменить вообще всю структуру жизни на Земле. Тем не менее, сверхсекретная программа получила кодовое название ИС «Истребитель спутников». А руководил ей лично Владимир Челомей, гениальный советский конструктор. Владимир Челомей, руководитель сверхсекретного КБ-52, под руководством которого производилось лазерное оружие для сбивания спутников на высоте от 300 до 400 километров от поверхности Земли именно с помощью узконаправленного лазерного излучения. В 1979 году система противокосмической обороны уже была поставлена на боевое дежурство. В том же году, согласно документам, овострился конфликт пришельцев и вооруженных сил СССР. участились, конечно, случаи появления каких-то наблюдателей. То есть, наверное, все-таки это не американские шпионы и какие-то их изобретенные ими какие-то объекты, потому что речь идет о более совершенных средствах. Те вот простые даже военнослужащие, те вот солдаты, там, ефрейторы, на которых приходился весь этот интеллектуальный, этот техногенный удар, так скажем, они, конечно, оставили душесчипательные просто рассказы на эту тему. Сверхзвуковой истребитель МиГ-21Р поднялся на высоту 4000 метров и лег на курс. В кабине пилота лейтенант Александр Копейкин. Машина уверенно шла по плану маневров, когда учебный бой внезапно превратился в реальный. Вот только противник был не из тех, кого изучают в классе предполетной подготовки. Вот представьте себе, такой вот огромный шар. Этот шар начал снижаться и по дуге заходить в мою заднюю полусферу. Ну, обычный, можно сказать, классический маневр в воздушном бою. Я дал полные обороты двигателю и пытался увернуться. Но мне ничего не удалось, хотя я оставил самолет буквально под углом 90 градусов, с креном 90 градусов. Агрессивный НЛО, похоже, играл с опытным пилотом в кошке-мышке. Словно проверял Александра на слабо. Сорвется, не сорвется. Допустит ошибку или проявит характеристики настоящего бойца. Я правой рукой пилотировал, а левой рукой держался задержки катапультной установки, что ожидал, если сейчас будет удар по самолету, какая-то встряска, то я успею катапультироваться. Ну, никакой встряски не произошло. Как я не вертелся влево-право, значит, смотрел перископ, переворачивал самолет, вот, шара я больше не увидел. Где-то он там скрылся у меня сзади части самолета. Обманный маневр. Как оказалось, НЛО и не думало отступать. Буквально за несколько секунд до посадки слепящий огненный шар возник прямо перед кабиной пилота. Александр Копейкин чудом сохранил машину и сел на полосу. На глазах изумленных курсантов. Курсанты, которые наблюдали на старом командном пункте, они говорят, что, когда я выпустил шасси, доложил о том выпуске шасси, от меня отделилась, как они говорят, шаровая молния, висела на глиссаде снижения, которую я наблюдал. И потом она буквально перед моим самолетом, как они говорят, ушла в сторону города. Сегодня летчик первого класса подполковник Александр Копейкин, ведущий российский эксперт по конфликтам военных и НЛО. В его багаже тысячи свидетельств воздушного противостояния землян и пришельцев. У нас, допустим, в полку катапультировался командир полка с замкомандиром эскадрильи, после того, как у них в воздухе кто-то оторвал левую стойку шасси. Представьте, хромосильевая труба, порядка 100 миллиметров толщиной, выдерживающей несколько тонн ударов боковых, каких угодно при посадке самолета, была в воздухе вырвана из ниши. При этом, что удивительно, силовые элементы не были повреждены. Особый отдел МВД, занимавшийся расследованием того дела, разумеется, не стал обнародовать результаты изучения погибшего самолета. Однако, вскоре во все воинские части пришла специальная директива, где говорилось о воздействии НЛО на окружающую среду, живые организмы и технические средства. Имелось там и приблизительное описание внеземных аппаратов. Есть дискообразные формы, есть сигарообразные формы, но самое главное, у них есть возможность преобразования форм, есть возможность создания системы ухода в невидимый спектр, который наблюдатель обычный и чувствует их. О наличии физических повреждений и выходе из строя техники под влиянием аномальных явлений надлежало докладывать лично министру обороны Дмитрию Устинову. Да, это правда. Это правда. Мало того, там очень широко информировали нашего генералитета, прежде всего наши моряки. Даже в чине адмиралов они говорили и об наблюдениях вылетающих НЛО и вот этих светящихся так называемых вращающихся лучах. Весной 1983 года в межпланетное противостояние официально ввязались и США. Президент Рональд Рейган рассказал тогда о планах размещения на околоземной орбите спутников-перехватчиков. Программа получила название «Стратегическая оборонная инициатива», сокращенно СОИ. Между тем в СССР уже несколько лет велись активные работы по созданию космического вооружения, в том числе дальнобойных лазерных установок. Именно тогда интересы двух сверхдержав пересеклись в прямом смысле слова. Есть снимки, когда лазер действительно режет какие-то обломки, ну действительно он прям вот это режет как в фантастических фильмах. Осенью 1984 года в Советском Союзе было принято решение испытать лазерный комплекс в условиях приближенных к боевым. 10 октября сверхсекретный эксперимент состоялся. Лазерную установку 5Н26Л1 разместили в районе озера Балхаш. В 6 часов утра она заработала с минимальной мощностью излучения. Наклонная дальность обнаружения НЛО составляла 800 километров, что сопоставимо с потенциальной стационарной орбитой внеземных кораблей. Эта боевая лазерная система имела двойное назначение. Прямо с поверхности Земли мощным лазерным потоком она могла сбивать спутники, военные спутники вероятного противника. В другом смысле она могла угрожать даже инопланетным летательным аппаратам, которые с какими-либо агрессивными целями могли бы приблизиться из космоса в воздушное пространство Советского Союза. Как выяснится позже, американцы тогда запустили в космос собственную лазерную дубинку, пилотируемый челнок Челленджер. Только его орбита находилась всего в 300 километрах от Земли, в самом эпицентре зоны действия советского лазера. Головная боль, нарушение в работе электроники. Эти признаки воздействия НЛО на людей и технику были известны еще с 50-х годов. Но что именно привело к такому эффекту на американском челноке в НАСА не понимали. Экипаж Челленджера подвергся неопознанному высокочастотному воздействию внеземного происхождения. Вот только случилось это во время полета над юго-восточной частью Казахстана. Да, но это произошло непреднамеренно. То есть не было у военных СССР цели каким-то образом повредить Челленджера. Просто он оказался в этом месте в это время неудачно для себя. Когда американцы разобрались что к чему, тут же был заявлен официальный протест. Но дальше словесной пикировки дело не пошло. Сегодня военным уже известны потенциальные ресурсы на случай войны с пришельцами. Как говорится, кто с лазером к нам придет от лазера и погибнет. 1К17 сжатие. Один из наиболее эффективных лазерных комплексов в арсенале нашей страны. Его пушки способны выжечь любую оптику пришельцев. Дело в том, что такой мощный кулак, если можно так выразиться, он представляет действительно очень серьезную угрозу для немалого количества внеземных цивилизаций, которые исследуют Землю. Новейшие средства противоракетной обороны, новейшие лазерные восстановки, определенные виды пучкового электромагнитного оружия, скалярного оружия, которые очень сильно засекречены. И многие инопланетные цивилизации даже не совсем себе представляют, какими же потенциалами вооружения обладают ведущие страны Земли. Столкновение земных вооруженных сил и армии пришельцев неизбежно. Об этом эксперты заявили еще в 2012 году. Тогда же появилась информация, что три российских концерна, включая легендарный «Алмаз-Антей», получили стратегическое задание создать лазер, способный прожигать корпуса летательных аппаратов на высоких орбитах. «Алмаз-Антей» один из тех, кто разрабатывает приборы, квантовые приборы для лазерных пушек. Если раньше мы закупали что-то у Америки, то на сегодняшний момент под санкциями мы обязаны это производить сами. Какой разрушительной мощью будет обладать новое российское оружие страшно даже представить. Но возможно у землян еще есть надежда избежать испепеляющих звездных войн. Смотрите далее. Тайны британского леса. Кто скрывается за персонажем культовой мистической саги? Солдаты будущего. Безопасность планеты в руках продвинутых геймеров. Гонка вооружений новый виток. Готовы ли мы отразить удар инопланетной армады? Истинный британец Ник Поуп никогда не был впечатлительным человеком. Он считался слишком суровым скептиком даже для сотрудника Министерства обороны Великобритании. Но уж точно Ник не верил в сверхъестественные силы. Все изменилось в Рождество 1980 года. Ранним утром 26 декабря в его кабинете раздался телефонный звонок. Шеф приказал разобраться в одном весьма запутанном деле. Сразу несколько сотрудников военных баз НАТО в 130 милях от Лондона утверждали, что на них напал НЛО. Спаренные воздушные базы НАТО Бент Уотерс и Вудбридж неслучайно были расположены подальше от посторонних глаз. В центре большого Рэндалшемского леса в графстве Суфолк хранился секретный ядерный арсенал ВВС США. Как уверяют эксперты, именно боеголовки могли привлечь нежелательное внимание пришельцев. Американский военнослужащий Ларри Уоррен стал первым, кого Ник Поуп допросил в связи с инцидентом. Молодому сержанту было тогда 19 лет. Он служил в отделе безопасности и в ночь с 24 на 25 декабря патрулировал территорию. Внезапно за воротами базы он заметил странное свечение. Уоррен тут же включил сигнал тревоги и, похоже, спас этим жизнь не только себе. Как только я поднял по тревоге охрану, вместе с сержантом Джеймсом Пеннистоном и сотрудником военной полиции ВВС США Джоном Берроузом мы вышли за пределы базы и увидели нечто. Некий серебристый объект, похожий на диск, диаметром около трех метров. Я принял решение приблизиться к объекту, но как только я шагнул в его направлении, тот беззвучно поднялся над лесом и словно растворился в воздухе. Это интервью Ларри Уоррен даст уже много лет спустя, когда история Рандолшемского леса станет классикой уфологии. Но тогда молодых парней посчитали просто сумасшедшими. Ведь такого просто не может быть. Однако дальнейшее расследование показало, что в Рождественскую ночь на военную базу прилетал очень странный гость. И это был вовсе не Санта-Клаус. Как следует из отчета Ника Поупа, в 40 метрах от ворот базы он обнаружил на земле три загадочных отверстия. Как раз в том месте, которое описывал сержант Ларри Уоррен. Не исключено, что это были следы от посадочных штанг неизвестного летательного аппарата. Местные жители там до сих пор, хотя это произошло в 80-м году, до сих пор хранят память вот этой странной какой-то усеченной пирамиде, как они рассказывают, расцвеченной всей как бы сверху донизу какими-то разноцветными полосами. Сотрудники Министерства обороны Великобритании прочёсывали каждый сантиметр леса. Но оказалось, что самое интересное находится на территории военного склада. Как доложил в своём рапорте капитан ВВС США Чарльз Стои, петли и замки секретного хранилища боеприпасов приведены в негодность. Они были попросту оплавлены. Ядерные боеголовки, к счастью, не пострадали. Тем не менее, в Ренделшемский лес была экстренно вызвана группа радиационной зачистки. Результаты, конечно, были двусмысленные. Какие-то, конечно, изменения электромагнитного и радиационного фонов там фиксировались. Но при этом сами военные, участвовавшие в таких экспедициях в Ренделшемский лес, они испытывали недомогание. По приходу не всегда могли адекватно представить результаты своих исследований. О первых результатах расследования Ник Поуп немедленно доложил руководству. Однако встречный приказ начальства был таким же фантастическим, как и события на военной базе. Немедленно свернуть все поисковые мероприятия. Дело надлежало передать в ведении управления военно-морской разведки Великобритании. От дальнейшего расследования Ник Поуп был отстранен без объяснения причин. Однако Ник был не из тех, кто бросает громкие дела на самом интересном месте. Ему все же удалось узнать, что именно хранилось на военной базе Бент Уотерс. Это невероятно, но, похоже, пришельцы охотились за ядерными боеголовками, а Ларри Уоррен их попросту спугнул. И только чудо уберегло миллионы человек от смертельной катастрофы. Если бы из-за контакта с инопланетным кораблем сдетонировали ядерные боеголовки на складе, Англия сегодня была бы похожа на территорию апокалипсиса. И не только Англия. Ничто не сравнилось бы с тем бедствием, которое накрыло бы всю Европу. Сегодня события в лесу Рэндалша считаются едва ли не главным доказательством конфликта между людьми и внеземной цивилизацией. Это одна из тех историй, которые могут перевернуть вашу жизнь вверх ногами. Просто однажды, за какую-то долю секунды, вы начинаете видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Полный удивительных вещей, событий и странностей. Да, именно странностей. До 1980 года Ник Поуп не верил в пришельцев. Но то, что он видел своими глазами, не давало ему покоя. И тогда он добился создания в Министерстве обороны спецотдела 2А, который занялся расследованием самых загадочных дел, связанных с НЛО и паранормальной активностью. В середине 80-х годов Ник Поуп стал внештатным консультантом ЦРУ. За все время службы ему удалось найти сотни фактов, доказывающих существование НЛО. Сегодня бывший скептик является самым ярым приверженцем уфологии. Обратите внимание, так называемая официальная наука примерно раз в три года, а то и чаще, полностью меняет свои убеждения. То есть вчерашние лжецы вдруг становятся пророками, а завтра их снова толкают в канаву. Уфологи, в отличие от уважаемых коллег, никогда не отличались такой непостоянностью. Правда, для нас дороже конъюнктуры. А теперь очередная сенсация. Знаменитый американский режиссер и продюсер Крис Картер признался, что именно британец Ник Поуп стал прототипом для создания образа легендарного агента Малдора. Это по сути условно говоря так спецназ военных уфологов, который подготовлен на все случаи возможных обстоятельств встреч вот с таким непознанными явлениями. Есть такой эпизод во второй серии секретных материалов. Агент Малдор спрашивает у своего визави, то есть своего информатора из спецслужб, скажите мне они здесь и этот информатор ему отвечает о господин Малдор, о мистер Малдор, они здесь уже очень-очень давно. Вот уж действительно истина где-то рядом. Я был потрясен, что образованный человек, ученый, верит в существование НЛО, применяет научные методы для их изучения и настойчиво занимается этим. Несмотря на противодействие начальства, я понял, что набрел на золотую жилу, которую грех не разработать. Сегодня Ник Поуп уже не работает на Министерство обороны. Официально. Он владеет частной компьютерной фирмой, которая обслуживает государственные компании, связанные с оборонной промышленностью. В том числе в США. И похоже, теперь он сам является частью X-файлов, которые еще долго не придадут огласки. Я не знаю, случайно это или нет, но в принципе, такие вещи никогда не бывают случайными. Наверняка так было задумано. Специальный международный отряд по борьбе с инопланетными захватчиками. Засекреченный проект Пентагона, крупнейшего военного ведомства на планете. Эксперты уверяют, сегодня в его ряды вербуют компьютерных гениев всех мастей. От программистов до геймеров. Это очень сильный кемеров в Америке. А после того, как они вошли вообще в АНБ в 11-м году, их соединили, это самая сильнейшая секретнейшая АНБ служба. Матиас Лауритсон, капитан сборной Дании по киберспорту. Сегодня этого скромного паренька называют одним из наиболее вероятных претендентов на звание спецагента по борьбе с пришельцами. Киберспорт это командная игра. Одному тут не победить и без своих друзей я никто. Это как в реальной битве. Один в поле не воин. В этом году команда Дании претендует на чемпионский титул по игре Counter-Strike. По мнению экспертов этот легендарный шутер идеальный стрелковый тренажер по быстро движущимся мишеням. В недалеком будущем такими целями могут оказаться инопланетные дроны либо живая сила противника. Компьютерные гении уже давно привлекают внимание спецслужб. Но если раньше усиленно вербовали программистов сегодня в приоритете виртуальные киллеры. Люди с отменной реакцией и устойчивой психикой программы по набору кибервоинов стремительно разворачиваются по всему миру. Военные могут использовать юных спортсменов, которые уже обладают достаточными навыками маневрирования в виртуальном пространстве боевыми системами, использовать их для реальных воин. 2014 год. Бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейк объявляет о начале подготовки сотрудников для британских служб внешней разведки Ми-6 и контрразведки Ми-5 на базе университета Деманфорд в городе Леста. Министр даже не особо пытался скрывать истинные намерения и цели новой структуры. Предложенная программа набора компьютерщиков направлена на юных инноваторов, которым нет еще и 18-ти. Они помогут обеспечить безопасность нашей страны в грядущие годы. Следом уже в Азии в секретный проект интегрировались крупнейшие медиа-корпорации, которые запустили серию киберспортивных турниров с призовым фондом в несколько миллиардов долларов. Но главный приз, разумеется, приглашение в сверхсекретную программу межпланетной обороны. На сегодняшний момент мы знаем, что на Олимпиадах побеждают наши русские ребята. И мы уже стараемся, чтобы они не уехали куда-нибудь в Америку работать на американский военно-промышленный комплект, а уже им условия здесь пытаются создать. Ребята, идите в наши войска, кибервойска. У нас в каждой спецслужбе свое управление К или Т, которое занимается кибератаками. По данным экспертов, сегодня в эту разветвленную структуру внедрено уже более 10 тысяч талантливых киберспортсменов. По сути, речь идет о целой дивизии опытных стрелков, которые постоянно совершенствуют свое мастерство. Все, так скажем, современные новые веяния, связанные с киберспортом, с компьютерными исследованиями и так далее, с точки зрения потенциального контакта с внеземным разумом можно только приветствовать. Эксперты уверены, на сегодняшний день битва за экраном компьютера единственная возможность защитить Землю от агрессии из открытого космоса. Управление орбитальными пушками, установленными на спутниках, неотличимо от игровых задач. Компьютерные игры – это достаточно интересная вещь. Школьники играют в них без принуждения, наоборот, с большим азартом и интересом, и вырабатывают достаточно хорошее качество маневрирования с помощью таких виртуальных объектов. Боевые корабли пришельцев уже достигли Солнечной системы. Это сенсационное заявление сделал бывший сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованием космического пространства США Норман Бегрун. Тот же пояс Койпера, по сути, это межпланетная военная база. Это скопление астероидов на границе Солнечной системы. Перевалочный пункт, откуда удобно перебрасывать корабли к планетам нашей Звездной системы. Ученый отметил, внеземной флот растет с каждым годом. Сейчас он скрыт за кольцами Юпитера и Сатурна. Но скопление кораблей скоро станет критическим. А значит, армия гуманоидов может в любой момент пойти в атаку. По его предположению, в нашей Солнечной системе находится достаточно большой космический объект, который находится как бы на постоянном патрулировании. И также достаточно большое количество объектов более мелких, которые располагаются в кольцах Сатурна. В частности, вот он, например, предположил, что космический флот иноземный, инопланетный по каким-то целям концентрируется вот в районе кольца Сатурна. Невероятная гипотеза Нормана Бегруна уже нашла поддержку уфологов. По их мнению, экс-сотрудник НАСА раскрыл один из самых охраняемых секретов агентства. К слову, структура, где служил Бегрун, является подразделением правительства США, а значит, он однозначно мог иметь доступ к секретным материалам. Тем не менее, авторитетные специалисты уверены, советские межгалактические секреты ни в чем не уступают американским, а порой и превосходят их с точки зрения научной ценности. Надо вообще сказать, что у нас этой темой, кроме у любителей уфологов, занимались, конечно, и специальные институты, то есть, если был центр или отдел, который занимался этим в главном развитии управления, Министерство обороны, то есть, это вот заслуживающее очень пристального внимания опыт, заслуживающее внимания опыт, потому что именно это позволяло, конечно, проверять информацию и откладывать в архивы, в анналы, что называется, уже четкие проверенные данные, которые, я уверен, еще в ближайшее будущее нам много раз помогут, в отличие от американских данных, которые часто оказывались тогда просто фейком, как они говорят. Неопознанный летающий объект замечен над китайским военным космодромом Сичан. По сообщениям местных СМИ, с пусковой площадки в юго-западной провинции Сычуань был замечен исследовательский зонд, однако независимые журналисты настаивают, в Поднебесной сбили НЛО. Это невероятно, что нам удалось обнародовать эту информацию, довести ее до широкой общественности. Китайские военные, пожалуй, самые скрытные в мире и самые опасные. Даже то, что я сейчас обсуждаю тему сбитого НЛО, уже может стоить мне свободы. На сегодняшний момент китайские спецслужбы это самые секретные спецслужбы в мире, на которые выделяется даже больше денег из финансов, чем Америка выделяет. Между тем, американский источник, близкий к ЦРУ, заявил, что китайцы уже давно обладают обширным военно-космическим арсеналом. Туда входят и ракеты-перехватчики, и аппараты, способные вывести из строя систему навигации инопланетных дронов-разведчиков. Это спутники очень серьезной, серьезной аппаратурой, и на этих спутниках стоят специальные штуки, например, последние спутники есть, которые лазерное оружие устроены, и уже были случаи, когда те же китайцы, они испытывали, сбивали лазерным лучом одного спутника, другой спутник. Было такое? Было. И мы видим везде, всюду присутствие инопланетных цивилизаций. Эксперты уже подсчитали китайский боевой потенциал. В его основе ракета ДН-2, способная поражать цели на расстоянии до 35 тысяч километров от Земли. Там, где находится масса военных спутников разных стран. Там, где отмечается повышенная активность неопознанных летающих объектов. Более того, китайцы, похоже, первыми испытали в космосе новейшие технологии, которые могут значительно повысить шансы землян в межгалактическом противостоянии. Китайцы испытали устройства, которые привели к так называемой квантовой телепортации. Мгновенному как бы перемещению в другую точку пространства. В данном случае китайцы к Луне переместили там какую-то частичку. Но это только начало. Россия возвращается на Луну. Это громкое заявление прозвучало как нельзя вовремя. Причем вполне официально. Во время Международного авиакосмического салона в Жуковском. Здесь в июле 2017 года представители НПО имени Лавочкина презентовали новейшую межпланетную станцию Луна-25. Ее запуск запланирован на 2019 год. Но к чему такая спешка? Последний аппарат мы отправили к нашему спутнику 43 года назад. И ничего, до сих пор прекрасно им обходились. Или нет? Вообще нужно сказать, что Луна с точки зрения рядового человека она очень мало известна. Например, мало кто знает, что на Луне огромные запасы воды. Ну, замерзшая, правда, но огромные запасы воды. На Луне огромные запасы очень ценного стратегического царя гелий-3, который может просто решить все энергетические проблемы человечества. Вообще это просто очень удобный форпост как площадка для исследования дальнего космоса. Луна может оказаться ключевым звеном в системе обороны Земли от инопланетной угрозы. Сегодня это не скрывают и американцы. НАСА уже анонсировало создание целых четырех групп, которые займутся поиском потенциальных угроз в пределах Солнечной системы. Первая группа как раз и займется изучением Луны. Вторая приступит к изучению астероидов, находящихся на небольшом расстоянии от Земли. Третья будет исследовать кольца Сатурна. Последняя, четвертая группа займется проектом под кодовым названием Эспрессо. Его цель выяснение потенциальных угроз для человечества. На самом деле многие исследователи в свое время еще в прошлом веке пытались и в позапрошлом даже пытались понять, что за существа как бы противостоят нам. А раньше они специально занимались тем, что они модифицировали животных, то есть они внедряли какие-то элементы генной инженерии в наших как бы только-только у нас как бы возродившихся или вообще появившихся в результате эволюции каких-то животных наших будущих там домашних животных, чтобы сделать из них каких-то монстров и тоже показать нам этих монстров, что смотрите, что бывает, когда вы нас там не будете слушаться. Первая линия космической обороны похоже начинает обретать уверенные очертания. По данным военных к 2020 году на орбиту будет выведена новейшая система военных спутников и лазерных вооружений. Например, фирма Боинг уже подготовила 12 платформ, которые в следующем году так планировалось запускать в космос эти платформы с каким-то условно называемым частотным оружием, частотными облучалками. Вопрос остается только один. Сумеют ли крупнейшие державы договориться между собой перед лицом реальной инопланетной опасности? Контакт с изумным разумом он посадит за спол переговоров сразу все ведущие мировые державы. Потому что все-таки это ситуация, когда мы должны будем думать уже не о частных государственных интересах России, США, Китая, или Израиля, кого угодно, а мы вынуждены будем представлять все человечество. В противном случае любой голливудский сценарий о нападении пришельцев на Землю покажется людям наивной сказкой.